МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости итоговая программа. В студии седьмого канала Вологды Александр Соколов. В студии 12-го канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте! Мы снова готовы рассказать вам о самых важных и ярких событиях нашего региона. Смотрите сегодня в выпуске. Жизненно необходимо. В Вологодской области возникла острая нехватка инсулина и других сахароснижающих препаратов. Люди готовы штурмовать аптеки. В Череповце появится музей металлургической промышленности. На днях было подписано трехстороннее соглашение. Музыка Гаврилина, постановка Ковтуна. Балет ансамбля «Русский север» покоряет и удивляет. В областном центре прошла премьера постановок «Дом у дороги» из Коморохи. В России сегодня зарегистрировано около трех миллионов больных с сахарным диабетом. За период с 2000 по 2008 год численность страдающих этим недугом увеличилась на 800 тысяч человек. Причем заболевание это молодеет. Это малорадостная тенденция касается и нашей Вологодской области. Жизнь диабетиков это и строгая диета, и ежедневный прием определенных дорогостоящих препаратов. Причем во многих случаях их отсутствие может означать для человека смерть. Именно такие жизненно важные лекарства стали недоступны в Вологде и Череповце. По закону их должны выдавать бесплатно по рецепту врача. Тут-то и возникли проблемы. Причем серьезные. Еще в августе в нашей редакции начали поступать звонки. Люди жаловались, что получить инсулин и другие сахароснижающие препараты стало невозможно. Сейчас ситуация еще больше усугубилась. В проблеме разбиралась Вера Кучеренко. Катридж вот внутри вот здесь вот находится. Он очень стоит дорого, во всяком случае не для пенсионеров. Последний остался и тот. Пришлось попросить у женщины, с которой познакомилась в больнице. Из медучреждения Волокжанка Наталья Ивановна выписалась в начале октября. Медики диабетику с 30-летним стажем выдали небольшой запас инсулина. Чтобы получить следующую порцию лекарства, надо взять рецепту терапевта. Ходить в Волокжанке крайне тяжело. Осложнение от болезни на ноги. Все-таки дошла до поликлиники, но прием назначили лишь через 20 дней. Медикаментов хватало только-только. А в назначенный день оказалось, что терапевт на больничном. В кабинете женщину встретила медсестра. Что мне теперь делать? Не умирать? Посидела, подумала, она вышла опять. Я говорю, Машенька, ну давайте что-то. Давайте я вам пойду. Квапила эндокринола, поговорю с ней. Пришла, она ее, извините, меня отлаила. Что это самое, только по записи пускай ходят. Записаться к узкому специалисту, что тоже необходимо. После больницы просто нереально рассказывается слезами Волокжанка. Надо вставать в 5 утра и ждать в очереди, пока откроется поликлиника. Но даже в таком случае заветных талонов хватает единицам. В самом медучреждении эти неудобства называют временными и объясняют болезнью одного из двух врачей. Основной наш эндокринолог, который работает на ставку, она в декретном. Она собирается выходить уже с нового года. А тут пока на полставки еще двое. Конечно, трудновато. Трудновато. Но когда вопрос уж такой жизненно необходимый, то решаемо все. Решаемый рецепт Волокжанки все-таки выдал другой терапевт. Вообще медики говорят, что если человек не может ходить, то рецепты выдаются и родственникам или соцработникам. Такие специалисты бумаги получают вообще без очереди. Вроде бы выход из сложной ситуации найден. Но инсулин в тот день Волокжанка так и не получила. В режиме ожидания находятся и больные с сахарным диабетом в Череповце. Тамара Васильевна Кузнецова должна получать бесплатно по четыре упаковки сахаропонижающего лекарства в месяц. Согласно рецепту врача. У меня карточка учета, что я получила в сентябре одну упаковку, а в октябре ничего. Ну и ноябрь начинается. Сказали звонить только после 17-го. В результате приходится покупать лекарства на свои деньги. Между тем одна упаковка глибомета в коммерческих аптеках стоит порядка 300 рублей. А инсулин и того дороже. Две с половиной, три тысячи. Плюс тест-полоски, иглы и такие финансовые задачи решают не только пенсионеры. У меня даже ребенок. Приходится отстоять очередь в другой раз. И разворачиваешься, идешь без лекарства. Конечно, бывает. А вам какое нужно лекарство? Инсулин, инсулин, да. Нету его. Не финансируют. И все, говорят, ответ. Только с руганью или с жалобами в прокуратуру можно что-то немножко получить. Всех нуждающихся муниципальная аптека ставит на очередь. К примеру, Тамара Васильевна. 6 тысяч 30-е. И так по всем бесплатным сахаропонижающим лекарствам. Ланжерин препарат, это метформин, тоже шлют нам под очередь на одну упаковку, мы получаем. Это тоже, в общем-то, она здесь такая очередь, что мы только успеем закрыть и в свободную продажу дадим опять. Это очень много выписывают. После Нового года будет, как всегда, получше, там, до весны, например. А потом опять начинается. А почему? Говорят, что вот, ну, нет лекарства и все. Чиновники здравоохранения придерживаются иной точки зрения. На сегодняшний день я серьезные проблемы с их обеспечением, вот на конкретно сегодняшний день, да, я не вижу. То есть мы находимся в рамках установленных нам объемов, мы находимся в рамках установленных нам федеральным законодательством срок по обеспечению этих категорий. Может быть, с небольшими, скажем так, задержками в части таблетированных, опять же, препаратов с точки зрения их, сроков их поставки. По случаю Череповчанки Тамары Васильевны Кузнецовой чиновники предлагают разбираться индивидуально. То же самое говорят в областном ведомстве относительно той ситуации, в которую попала вологжанка Наталья Ивановна Романова. В департаменте здравоохранения заверяют, в регионе проблем с лекарствами нет. Вот данная ситуация, нужно конкретно разбираться по каждому случаю. Почему не обеспечена инсулина? Инсулина, сладея есть. Дополнительные аукционы, которые по этому году еще не проводятся, и мы надеемся, что вопроса не должно быть. Если возникло, это частный случай, это не система. Нужно именно разбираться. Лекарства для больных с сахарным диабетом на одну треть финансирует Федерация. Две трети области. В условиях ограниченного бюджета обеспечивать всех нуждающихся в полном объеме трудно признаются чиновники. Особенно в последнее время, к примеру, в Череповце количество больных с сахарным диабетом растет. За последний год на 1300. В итоге аптека, которая выдает бесплатные лекарства, вынуждена делить на всех. По чуть-чуть. 11 делегаций, почти три десятка вопросов. В Вологде 13 ноября прошла 47 конференция парламентских ассоциаций Северо-Запада России. В областную столицу приехали представители законодательных органов власти из разных субъектов Федерации. В течение всего дня за ходом конференции наблюдал мой коллега Евгений Осколков. О важных моментах и ключевых решениях в следующем материале. 25 вопросов. На представление каждого в среднем 3 минуты. Жарким дискуссиям на таких конференциях не место. Все предложенные инициативы до этого не один месяц, а иногда и не один год прорабатывались профильными комитетами ассоциаций. Задача парламентариев в этот раз их только утвердить и отправить на рассмотрение своим коллегам в Москву. Существуют документы, которые год-два проработали, и мы понимаем, люди понимают, которые по этим законам живут, что там допущены ошибки, нужно что-то менять. И вот сбор всей этой информации через парламент и передание этому уже таких нормативных документов в виде поправок, в виде поправок федеральных законов, региональных, вот они все скапливаются здесь. Поддержка отечественных производителей, вопросы местного самоуправления, социальная политика. Больше всего предложений уже по традиции по самой проблемной сфере – ЖКХ. Одним из ключевых решений парламентария встало обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Депутаты просят увеличить федеральную поддержку государственных программ по проведению капитальных ремонтов домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день муниципалитет не может самостоятельно решить эту проблему, не может ее решить за счет жителей, не могут решить ее за счет межбюджетных трансфертов региональной власти. Поэтому федеральный центр здесь не должен уходить в сторону, он должен подключаться в этом вопросе. Инициативу вологодских парламентариев представил председатель законодательного собрания области Георгий Шевцов. Законопроект направлен на решение проблемы с заготовкой древесины с субъектами малого и среднего предпринимательства. Чтобы малый и средний бизнес имел возможность работать в лесу, на сегодняшний день имел право заключать договора о купе-продаже, а не аренду. Потому что сегодня при заключении договора о аренде крупные предприниматели, лесопромышленники забирают все леса и наши люди сидят без работы. Это касается не только нашей области, но и всех местных областей Северо-Запада. Я надеюсь, что наш голос будет услышан. Эти и другие законодательные инициативы депутаты уже на этой неделе отправили своим столичным коллегам. И, как показывает опыт прошлых лет, почти все предложения выдвинутой ассоциации успешно утверждаются на федеральном уровне. А нынешний год для парламентской ассоциации Северо-Запада юбилейный. Она была образована ровно 20 лет назад по инициативе председателя законодательного собрания Вологодской области Геннадия Хрипеля. И за это время она стала влиятельной и эффективной коллегиальной структурой. Работу парламентской ассоциации уже оценила сама жизнь, состояние нашего общества, состояние нашей политической системы, состояние нашей экономики, состояние общественных отношений. И если в 1994 году мы решали один основной вопрос, как выжить, то сейчас все законодатели, в том числе ассоциации, решают вопрос, как лучше выстроить нашу жизнь. Теперь парламентская ассоциация Северо-Запада расширяет границы. В Вологе подписано соглашение о сотрудничестве с подобной структурой Дальнего Востока и Забайкалья. Документ предусматривает совместную работу по совершенствованию действующего законодательства и консолидированное представление инициатив всех 22 региональных парламентов на федеральном уровне. В Череповце появится музей металлургической промышленности. Соглашение подписали в начале ноября губернатор Олег Кувшинников, генеральный директор Северстали Алексей Мордашов и мэр Череповца Юрий Кузин. Для города-металлургов и региона в целом это важное по сути историческое решение, поэтому подписание проходило в историческом здании в доме музея Ивана Милютина. Исток обстояло, я еще был мэром города. В октябре 2011 года был первый протокол, где мы приняли решение обратиться к Лицейскому и создать музей промышленности в городе Череповце. Всесторонние его рассмотрели, даже доказали эскиз и макеты. И вот с 2011 года, наконец-то, мы пришли к окончательному решению города, Северсталь и правительства в городе. Концепцию музея металлургической промышленности разрабатывает сейчас компания Санкт-Петербурга. Известно, что в музее будет представлена информация о развитии металлургии, об особенностях производственных процессов, об истории становления металлургического комбината в Череповце. Предполагается создание семи тематических экспозиционно-выставочных залов, каждый с интерактивными элементами. Ожидается, что музей будет использовать не только для развития туризма, но и в образовательных целях. Мы очень рады, что администрации города и области, лично Олег Александрович и Юрий Александрович очень поддержали эту идею. Мы благодарны им за помощь в организации работы по увеличению федерального финансирования, по программам развития музеев и средствам из образцового городского бюджета, которые будут участвовать в создании этого музея, который, мы уверены, послужит делу развития в Череповце и, прежде всего, детей в Череповце. У желающих сделать прививку против гриппа осталось всего две недели. Об этом сегодня заявили в Центре по профилактике инфекционных заболеваний. После 1 декабря вакцинация уже не будет иметь смысла. До прихода вируса антитела просто не успеют сформироваться в организме. По сравнению с прошлым годом, примерно одинаковое количество пациентов идет на вакцинацию от гриппа, потому что все знают осложнения, какие могут возникнуть в результате этого заболевания. Поэтому прививаются активно и возрастные категории граждан, и молодые сейчас очень много тоже прививаются. В первую очередь прививку могут сделать в Лакжане, которые находятся в так называемой группе риска. Это пенсионеры, врачи, педагоги, те, кто по долгу службы много общается с людьми, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Прививочная кампания в нашей области стартовала 1 октября, и на сегодняшний день вакцинацию прошли 288 тысяч в Лакжан. Это 80% от плана. Мы торопимся проводить иммунизацию. Конечно, сроки у нас, скажем так, с учетом того, что сейчас ожидается похолодание. Мы, конечно, планируем за последние две недели завершить всю вакцинацию. Вакцина, она традиционный наш отечественный препарат, который многолетний опыт его использования на территории. Для взрослых используется препарат Гриппол, для детского населения Гриппол+. И также для беременных женщин используется вакцина Гриппол+, не содержащаяся консервантов. По словам специалистов, в этом году грипп может прийти в середине января. Пик заболеваемости ожидается в феврале. О других событиях в Вологде и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». Свой 190-й день рождения на этой неделе отметила так называемая «десятка». Единственная на Вологодщине больница для заключенных. Сейчас она объединяет сразу пять полноценных отделений с новейшим оборудованием. И некоторые осужденные иногда сюда даже стремятся попасть. В том числе проглотив проволоку, ложки, пружины, заточки и даже ножницы. Все это медики достали из желудков и кишечников заключенных. Операции проводились именно в этой больнице на 314 коек. Вообще, это учреждение с очень богатой историей. Здание было построено в 1824 году как тюремный замок. Затем использовалось как пересыльная тюрьма. Ну а больница здесь появилась в 1959 году. Вологодская прокуратура признала автовокзал областной столицы уязвимым для преступников. Такой вывод специалисты сделали после проверки объекта. Специалисты установили, что на автовокзале нет утвержденного плана обеспечения безопасности. Не установлены конфигурация и границы территории. Отсутствуют необходимые технические системы и средства досмотра. Кроме того, по мнению экспертов, в любую зону вокзала могут легко проникнуть злоумышленники. По результатам проверки было вынесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Вологодские врачи смогли поставить на ноги мальчика, который серьезно пострадал в ДТП во дворе на улице Конева. 4 сентября автомобиль не просто сбил, а буквально переехал школьника. Он получил множественные травмы. В том числе черепно-мозговую, перелом костей таза и голени. Ему провели пять операций с применением различных технологий. На этой неделе прошла последняя. Из ноги извлекли стальную спицу. Ну а дальше мальчика ждет восстановление в отделении неврологии. Сейчас Леша постепенно идет на поправку. Молодой организм довольно быстро восстанавливается, говорят специалисты. Начать свой учебный год мальчик сможет уже совсем скоро. Если, конечно, занятия одобрит врач-невролог. О самых заметных событиях Череповца расскажет мой коллега Павел Панов. Я передаю ему слово. Здравствуйте, коллега. С тем, что произошло в Череповце на этой неделе, расскажу вам я, Павел Панов. Череповчанку сбили прямо на пешеходном переходе. Авария случилась на улице Данилова, напротив областной больницы. В это лечебное учреждение и была доставлена пострадавшая с переломами. Вроде машин не было сначала. Я не знаю, откуда он выехал. И вот как раз сбил. Я даже не успела ничего понять, заметить. Тут люди подошли, донесли меня до больницы. Уже в травматологии Наталье оказали первую медицинскую помощь. В аварии она серьезно пострадала. По словам врачей, пробудет в больнице минимум три недели. Поступила к нам в прямую покой травматологического центра, Логовской областной больницы номер два, с сочетанными травмами плечевой области, открытый перелом плечевой кости и скелетной травмой лица. Пациентка прооперирована. На данный момент состояние ее стабильное. Находится в отделении сочетанной травмы. В отношении водителя возбудили дело. Дальнейшую его судьбу будет решать суд. Парки, которые были торжественно открыты ко дню города, не пользуются популярностью у горожан. В сквере, что рядом с мемориалом, ликвидатором Чернобыльской АЭС, нет освещения в том, что возле Ледового дворца и вовсе закрыты двери на замке. Официально этот сквер был открыт 4 ноября. Для горожан был организован большой яркий праздник. Но, пожалуй, для жителей Зашиктинского района на этом праздник и завершился. С 5 ноября попасть на территорию сквера невозможно. На всех воротах и дверях висят замки. Руководство торгового центра готово передавать сквер хоть сегодня. Слово за городскими властями. А это еще один сквер, который в этом году появился в Череповце. И здесь жители города высказывают свои претензии. Есть новые красивые фонари, но они не горят. Есть дорожки, но после дождя их перемывают бурные потоки воды. Работа выполнена только половина. Следующая половина работы будет выполнена в следующем году по этому скверу. То, что касается освещения, освещение будет недели через полторы. Сейчас идет процесс передачи в эксплуатирующую организацию. В следующем году в этом сквере появятся пешеходные дорожки, ливневка, здесь посадят кустарники. У многих череповчан сейчас большие сомнения, вносить плату за капремонты дома или нет на счета регионального оператора. Новые квитанции, они же договоры, по мнению череповчан, странные. Взнос договора рассылает фонд капитального ремонта многоквартирных домов области. Череповчанка Галина Мендина увидела много белых пятен в новой квитанции. Вот этот непонятный договор, который написан мелким-мелким шрифтом, это договор. Очень сложно его читать, но я не пользуюсь очками, но я думаю, что люди старшего возраста тут вообще будут просто в шоке. Вот здесь нужно, значит, я так поняла из договора, что нужно мне лично подписать, что я согласна с этим договором. И договор получается односторонний. Я его выслала, а взамен мне ничего не осталось. Безфамильная оплата, значит, этой конкретной суммы. Имеет ли этот договор со сканированной печатью, такой же подписью директора фонда и без реквизитов юридическую силу? Ответ нет. Это лишь проект договора, который сейчас рассылается собственникам. Если собственник имеет желание заключить с нами договор в двух экземплярах с синей печати и подписями, он может к нам обратиться с заявлением, и мы предоставим им такой договор. По закону за капремонт и домов собственники обязаны платить. И сейчас фондам принят такой принцип. Если 50% собственников подписали договоры и заплатили по счетам, значит, все собственники дома заключили договоры автоматически. Те, кто не будет платить, заплатят по решению суда. Это все, чем запомнилась прошедшая неделя в Череповце. Новое принесет новое событие. И пускай они будут только положительными для всех нас. Увидимся! К новостям вернемся через пару минут, пока реклама. Она быстро пройдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова